Давно не было подобных роликов, поэтому почему бы мне не вернуться в строй? Под словом подобных я подразумеваю видео про ГТА, ну или Grand Theft Auto. Последний раз видео про ГТА я снимал 4 месяца назад, то есть почти полгода прошло, а видео про ГТА до сих пор нету на моем канале. Однако сегодня будет. Поверьте, тема будет интересная, не совсем банальная, не совсем скучная, ее мало кто поднимал на русскоязычном ютубе, в основном поднимали на англоязычном, поэтому давайте начну. Речь сегодня пойдет об обмененном проекте, о котором мало кто из вас слышал, мало кто возможно знал, это Grand Theft Auto 64, ну или ГТА 64, неважно. Это обмененная игра в жанре приключенческого боевика, являющаяся частью серии ГТА. Она разрабатывалась у той же студии DMA Design, ныне известной как Rockstar Nords, а издателем являлась Rockstar Games. Разрабатывалась игра для приставки Nintendo 64, приставки пятого поколения от компании Nintendo, о которой я уже рассказывал. Перейдя по ссылке в описании, можете посмотреть. Вообще, согласно официальным документам от оригинальной ГТА 1995 года, которая в то время называлась изначально Race & Chase, компания изначально планировала выпустить игру для приставки Nintendo 64, которая тогда называлась Ultra 64. Однако сначала приставку выпустили на ПК, затем на платформу PlayStation 1 от Sony, после которой разработка версии для Nintendo уже и началась. Вообще, по информации IGN, это было просто переиздание для Nintendo 64, просто с некоторыми нововведениями, некоторыми улучшениями в плане графики, с дополнительными миссиями. Игра вообще должна была выйти в 99 году. Ее даже привозили на выставку E3 99 года. Это, если что, информация с испанского издания журнала N64 Magazine. Однако на E3 она демонстрировалась за закрытыми дверями, и только ограниченному кругу лиц. В итоге все закончилось тем, что разработка игры была полностью прекращена. Причина отмены неизвестна, однако предполагается, что вину этому всему послужили проблемы с реализацией уровня цензуры, требуемой компанией Nintendo от разработчиков для выпуска их игр для приставки Nintendo 64. Вот и вся Nintendo, друзья мои, из-за этого она даже получила репутацию детской консоли. Что, блять? Да, детской, я не шучу. И все это цензура, молодцы. Но, правда, есть другая возможная причина, это технические ограничения картриджа, у которого размер был, внимание, всего 64 мегабайта. Из-за этого даже не было полноценного саундтрека GTA 64. Да, ну и не удивительно, ведь вы сами прекрасно знаете, что картриджи это не самый лучший вариант для игр. В то время игры уже выходили на диско, а Nintendo все еще использовала картриджи. Замечательно. Ну, ладно, все-таки приставку я уважаю, и это не ее вина. По игровому процессу могу сказать, что он идентичен на оригинальной игре. А ее действие происходило бы сразу в трех городах США. Это Liberty City, San Fierro и YC, основанные на реальных городах Сан-Франциско, Нью-Йорк и Майами. К сожалению, Рома игры нету, ни альфа-версии, ни бета, вообще никакой. То есть, казалось бы, от этой игры ничего не осталось. Но если посмотреть на вот этот вот скриншот, который, судя по тексту испанскому, был взят с журнала, то мы можем посмотреть, как эта игра выглядела бы на приставке Nintendo. В принципе, неплохо, жаль, что самой игры-то нету, ее Рома. Потому что, как я уже сказал, это отмененный проект, и он никогда не выходил. Вот и, в принципе, все. Надеюсь, вам это видео понравилось. Да, оно короткое, но мне оно показалось все-таки интересным, и я решил его сделать. Поэтому, если вам тоже понравилось, не забудьте подписываться на канал, если этого еще не сделали, и поставить лайк этому видео. Насильно не заставляю, можете этого и не делать, но советую. Все, всем удачи, всем пока, спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok